В год эксперты Брестской области проводят до 40 тысяч исследований. За каждое слово и даже букву своих анализов и выводов они несут ответственность. Психологическая, почерковеческая, дактилоскопическая, автотоваровеческая, компьютерно-техническая. Буквально месяц назад этот список пополнился еще одним видом экспертиз – лингвистической. Она поможет людям, которых искорбили, оклеветали и опорочили деловую репутацию. Могут назначаться судебно-лингвистические экспертизы по различным категориям дел. Например, по административным и уголовным делам за оскорбление и клевету. По делам о защите чести, достоинства, деловой репутации. А также по делам, где рассматриваются противодействия экстремизму. Считаю, что наше управление окажет существенную помощь правоохранительным органам в решении спорных вопросов. В наше управление могут обращаться по личной инициативе и граждане, физические лица, юридические лица, для проведения подобного вида исследований на платной основе. Для того, чтобы расставить все точки над «и» и разобрать по полочкам оскорбления, судебные эксперты Брестской области используют специальную технику и сразу несколько видов литературы. Методические, толковые словари, специальные издания по сквернословию. Именно они и позволяют определить, где проходит та самая грань между вполне себе литературным высказыванием и грубым правонарушением. К слову, процесс этот непростой, требует детального изучения. Одна экспертиза может проводиться до 30 дней. Основной принцип лингвистической экспертизы – объяснить инициатору смысловое значение слов или выражений в текстах либо речи людей. В лингвистической практике важно все – слова, контекст, эмоции. Диктофонные записи, фотографии, видео и даже скриншоты переписок на просторах сети – все это может стать прямым доказательством. О том, что оскорбление и клевета – дело опасное, красноречивее всего расскажут цифры. Ударили словом, получили удар по карману 422 человека. За оскорбление они были привлечены к административной ответственности. Восемь граждан поплатились за клевету. А вот чем чревато оскорбление в интернете? Граждане, которые общаются в интернете, считают, что их не установят и не найдут. Хотя забывают, что в настоящее время вся регистрация в интернете – комментарии только через регистрацию, где оставляются личные данные и, соответственно, через эти данные можно установить, кто этот человек оскорблял. И многие забывают, что если оскорбление в сети интернет, то это уже не административное пронушение, а сразу же уголовное. Продолжение следует...